так ладно мой последний ролик про чеченскую нефть вызвал переполох в кадыровских рядах вы наверное заметили что очень много комментариев под этим роликом очень много переживающих за нас людей которые говорят да все правильно нефть есть там 70 миллионов тонн но это недостаточно а ее вытащить знаешь как труд тяжело ее вытащить а нефть она есть но она не совсем такая да но ты просто не совсем разбираешься в этой теме в общем все пытаются нам объяснить там просто какое-то нашествие людей экспертов в вопросах экономики нефтедобычи которые пытаются нам объяснить что все на самом деле не так и от этой нефти получать прибыль просто невозможно но помимо этих комментаторов экспертов в экономических вопросах на эту тему пришлось отреагировать даже кадыровской пропаганде в лице директора этой кадыровской пропаганды директора чекотелька грязный ченгиза ахмадом он записал ролик в ответ на этот на моё видео и в общем тема вызвала их рядах переплох однозначно потому что эта тема которая табуирована кремль не хочет чтобы чеченцы и даже задумывались об этом чтобы чеченцы поднимали вопросы экономического благополучия нашего нашего государства суверенного государства они не хотят чтобы мы знали что у нас есть потенциал что мы без россии будем жить гораздо лучше эта информация которую нельзя давать массам поэтому на нее начали очень остро реагировать и вот что по этому поводу говорит теперь официальная тушеном отвечает официальная кадыровская пропаганда абдурахманов напрягив все свои извилины и постарайся уловить одну мысль в мире десятки если не сотни государств с запасами нефти которые в сотни раз больше наших и они живут в нищете любой доход который можно получить с нашей нефти мы уже получаем в этом мире есть десятки и сотни стран у которых запасы нефти гораздо больше чем у нас но они живут в нищете сказал нам директор пропаганды но не сказал что в этом мире есть также десятки и сотни стран у которых нет ни нефти нет ничего они же очень благополучные развитые страны так что это ну не показатель это очень глупое было заявление на самом деле но вот в этом их ответе есть один очень позитивный момент это признание самого факта существования нефти наконец-то мы добились этого от кадыровской пропаганды то есть я думаю здесь уже вопрос исчерпан но чтобы все-таки расставить все точки над и мы поставим этот вопрос сегодня еще раз ребром как вы знаете до сих пор кадыров отрицал вообще наличие у нас нефти вот например что кого кадыра говорил на одном из совещаний это все сказки нет ни нефти ни газа ничего у нас нет вот недавно в своем совместном эфире с иудовым кадыров опять-таки говорит про отсутствие нефти нету этого сегодня то у нас бегать за не света дни нефти это все придуманные вещи чтобы вы думали о чем-то правда надо сказать что даже у кадырова нефть появлялась когда вопрос касался и 4 и когда ему нужно было упрекнуть наших президентов независимого нашего государства то есть нужно было как-то раскритиковать период с 90 по 94 из 96 по 99 вот тут у кадырова резко появлялась нефть в чеченских недрах он сразу начинал упрекать наших лидеров тем что вот мол у вас была и не все что нужно было но вы значит все равно ничего хорошего не сделали вот опять давайте посмотрим фрагмент когда у вас была нефть газ и все у вас было выговорить ничего не сделали то есть нефть именно чеченская нефть это настолько уникальная субстанция она без какого-либо воздействия прямых солнечных лучей под прямым воздействием кадыровской лжи лучей кадыровской лжи она может испариться из чеченских недр она у нас то появляется то испаряется газ у нас тоже то появляется то испаряется в общем это очень странная такая уникальная субстанция и вот вчера кадыровская пропаганда наконец-таки официально говорит да говорит нефть есть но мы с нее уже получаем все что можно получить то есть прибыль с этой нефти получаем а вот чертов с два том то и дело что не получаем роснефть с нее получает всю эту прибыль и в своем этом ответе кадыровский пропагандист говорит что якобы то что нефть есть и думаю все так просто ее нужно еще туда достать там где-то расходы на то на все там что-то в общем после всего что он рассказал видимо должно создаться впечатление что да не лучше ее вообще там оставить выкачка выкачка реализация нефти это вещь вообще неприбыльная оказывается у вас может возникнуть такое мнение но несмотря на это роснефть у нас ее почему-то добывает эшелонами отправляет эту чеченскую нефть на переработку на продажу на экспорт и так далее почему-то у нас на территории республики создана отдельная организация предприятие которое обслуживает все всю вот эту и логистику и все эти нефтевыкачивающие там и так далее эти базы роснефть для этого целая структура у нас создана называется грознефтегаз почему-то когда когда этим занимается роснефть это выгодно но как только чеченцы начинают думать что ух ты у нас там огромные запасы нефти и мы могли бы сами разбережаться своей нефтью то есть мы могли бы заключить договора с бритиш петролем с шелл ойл да с теми же лук ойл в конце до концов с той же роснефтью упаси бог конечно но мы могли бы в своих интересах заключить с ними договора будь мы суверенным государством дать этим организациям возможность добывать нефть на нашей территории или например саудовской компанией аромко арабко кажется называется и они бы добывали у нас нефть продавали бы ее а мы получали бы за это прибыль за то что эти компании у нас работают добывают наши нефть и реализуют мы получали бы за это определенный процент точно так же как в свое время саудовская аравия давала право другим компаниям добывать на ее территории нефть до определенного момента пока саудовская аравия сама не созрела для того чтобы национализировать всю свою нефть и сделать так что теперь эту нефть добывают уже свои национальные саудовские компании вот мы могли бы допустим точно так же распоряжаться своей нефтью получать с нее прибыль а не Роснефть не Кремль не кооператив озеро получал бы не Сечин понимаете не Путин а чеченское государство чеченский народ получал бы с этого прибыль и еще самый интересный момент если добыча этой нефти ну это настолько нерентабельно это настолько невыгодно в Чечне то как же это выгодно в Тюмени в этих в северных регионах Хантамансийском округе в Новом Уренгое там где вечная мерзлота там где нефть нужно вообще на огромной глубине вот туда ее вытаскивать выкачивать где просто по климату такие суровые условия что что даже этот один фактор делает процесс добычи нефти гораздо более затратным как то так получилось в этих кадыровских реалиях в их мозгах что добыть нефть в Тюмени в Хантамансийске это выгодно а в Чечне ее добывать невыгодно видите ли но несмотря на то что ее невыгодно у нас ее добывает Роснефть видимо в качестве благотворительности они наверное не получают от этого никакой прибыли они просто они добывают ее ради нас просто чтобы 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 у нас ее не было наверное чтобы наконец-таки это обременительное этот обременительный фактор чтобы мы от него избавились Роснефть его наверное поэтому выкачивает себе ущерб и делает тем самым что-то хорошее для нас в общем это конечно все шутки это все смешно эти абсолютно не обоснованные какие-то возгласы со стороны кадыровской пропаганды это не стоит даже того чтобы мы как-то обращали это внимание но как я говорю здесь просто сам сам момент что признание нефть есть это уже хороший фактор я хочу поставить вопрос ребром завершая эту свою речь все-таки давайте с этой нефтью определимся давайте оставим вопросы выгоды невыгоды это смешно обсуждать давайте вы не будете дальше позориться просто конкретно определите эта нефть она все-таки есть в чеченских недрах если она есть то почему нам до сих пор Кадырова на каждом совещании рассказывает что этой нефти нет и в конце до концов если ее нет то как так получается что когда мы нам нужно упрекать Масхадова Дудаева Яндарьбиева то эта нефть резко появляется в чеченских недрах и нефть появляется и газ появляется как так получается давайте с этой нефтью определимся все-таки это обычная нефть которая есть или у нас она какая-то необычная имеющая формулу исчезновения появления испарения давайте определимся с этой нефтью я я Субтитры создавал DimaTorzok